Эйо, приветствую всех смотрящих! Уборка квартиры занимает какое-то время. Возможно, у тебя не всегда оно есть, да и желания особого прибираться в доме нету. Именно поэтому приобретение робота-пылесоса является очень хорошим выходом из такой ситуации. Тебе больше не нужно будет убираться самостоятельно, ведь за тебя это сделает машина. Поэтому я подготовил топ-5 лучших роботов-пылесосов с сайта Алиэкспресс. Не забудь подписаться на канал и лайкнуть этот ролик. Таким образом, ты мне очень поможешь. Приятного просмотра! Пятое место топа занимает iLife V7S Plus. Минималистичная модель в традиционном пластиковом корпусе. Сверху покрытие розового цвета, а сбоку же сочетание белого с розовым. По бокам корпус пружинит для предотвращения повреждений при столкновении с чем-либо. В центральной части находится резервуар для воды или контейнер для пыли и мусора. Да, вы все правильно поняли, пылесос может делать как сухую, так и влажную уборку, но выбирать придется что-то одно. Также наверху расположена сенсорная кнопка запуска уборки, но также есть и механическая сбоку. Она нужна для полного отключения робота. Как вы понимаете, это сделано для того, чтобы, например, ваши домашние питомцы не могли включать робота самостоятельно. Снизу же находится основной валик для уборки и крепления тряпки при влажной уборке. И да, у робота всего одна метущая боковая щетка. Из-за того, что пылесос имеет всего одну метущую щетку, он проигрывает в плане качества уборки углов и в целом показывает немножечко более слабые результаты сухой уборки. Но несмотря на все эти факты, сухая уборка не такая уж и плохая, как кажется. Ну а вот с влажной есть нюансы. Дело в том, что робот использует капельный принцип смачивания, расположенный на днище тряпки. То есть он напрямую смачивает тряпку через резервуар с водой. И в случае, если робот где-нибудь застрянет, вся вода постепенно будет вытекать. Я думаю, вы понимаете, какие могут быть последствия. Это не страшно, ведь просто говорю о том, что при влажной уборке вам стоит присматривать за малышом. Ну а если в целом, то iLife V7S Plus станет отличным выбором по соотношению цены и качества. Eiber X6. Четвертое место. Робот-пылесос изготовлен из черного матового и глянцевого пластика. Выглядит Eiber X6 очень достойно и стильно. На фронтальной панели находятся кнопки включения и возврата на док-станцию. Сам же аппарат оснащен камерой для сканирования помещения. Сбоку робота находится мягкий защитный бампер, механический переключатель включения и выключения питания, разъем для сетевого адаптера, клавиша для извлечения мусорного контейнера. Можно заметить, что в отличие от прошлого робота, который я уже показал, этот уже имеет две боковые щетки. Это дает небольшое преимущество в уборке дома. А благодаря ходовой части, этот пылесос может преодолевать различные препятствия и пороги высотой до 18 мм. Робот способен выполнять как сухую, так и влажную уборку, но как и прошлый, он не умеет их совмещать и нужно выбирать что-то одно. Отмечу, что резервуар для воды здесь оснащен помпой, которая позволяет дозировать поступление жидкости на салфетку при уборке и ограничивать ее поступление, когда робот-пылесос не двигается и не производит очистку пола. За это он получает плюсик в карму. Каких-то критичных недостатков в нем нету. Своих денег определенно стоит. Xiaomi Mi 3 место Xiaomi Mi представляет из себя большую белую шайбу на колесиках. Корпус выполнен из качественного стойкого к сарапинам и ударам пластика. На верхней поверхности устройства есть сдвоенная кнопка и небольшое круглое возвышение. В нем находится лазерный дальномер, который сканирует окружающую обстановку. По бокам расположены два датчика, которые определяют расстояние до стен. Верхняя крышка скрывает под собой контейнер для сбора мусора и пыли. Контейнер, к слову, прозрачный, так что вы сможете наглядно видеть, сколько там скопилось мусора. И да, как вы заметили, у робота всего одна боковая щетка. За счет точного сканирования окружающей обстановки робот сам рисует карту помещения и проделывает уборку. А после завершения уборки он сам отправляется к зарядной станции. К тому же, помимо карты самой квартиры, робот также рисует карту собственного маршрута. А в приложении вы сможете за всем этим понаблюдать. Подмечу, что этот пылесос имеет тихий режим. Работая на таком, вы сможете включать его на ночь. Пока вы спите, он будет работать. Да и в целом, уборка у этого пылесоса на высшем уровне. Lightroak C30B. Второе место. Внешний вид очень приятный. Пластиковый корпус с узором в виде сетки. Крупная кнопка включения по центру и индикаторы состояния устройства. Индикаторы оснащены светодиодной подсветкой. Самый верхний обозначает питание, средний Wi-Fi, а самый нижний – зарядку. Внешне робот выглядит современно и производит хорошее впечатление. За передним бампером спрятаны датчики, которые помогают определять расстояние до препятствия. Когда инфракрасный датчик не успевает сработать, на помощь приходит физический, который расположен за бампером. Но даже если робот стукнется об мебель, он остановится и начнет анализировать ситуацию, чтобы объехать преграду. Но за мебель вы не беспокойтесь. На корпусе установлена резиновая защита от столкновений, так что отметин он точно не оставит. Колеса у робота позволят забираться на преграды высотой в полтора сантиметра. Датчики высоты не позволят ему упасть со ступенек. Впрочем, так умеют многие умные роботы. Вы, наверное, могли заметить, что этот девайс обладает двумя боковыми щетками, что, конечно же, делает этот робот еще лучше. Пользоваться девайсом очень удобно, все легко и доступно снимается. А что же с уборкой? А здесь у нас все на высшем уровне. Полагаю, что вы будете удивлены, сколько пыли собирает этот малыш. А для влажной уборки робот использует отдельный контейнер, который нужно прикреплять. Воду он, конечно же, не разливает, так как у него умная система распределения влаги. Но все-таки лучше, чтобы он нигде не застревал. Он также имеет приложение, рисует карту помещения и карту собственного движения. Все как надо. С этим роботом ни один угол дома не останется без внимания этого малыша. Золото забирает Xiaomi Roborock S50. Робот оснащен новыми интеллектуальными функциями, такими как определение типа поверхности ковра, функция отображения уборки, возможность выбора наиболее эффективного пути очистки и так далее. Всем этим можно управлять и настраивать с телефона, если в этом есть необходимость. Xiaomi Roborock оснащен 13 датчиками, включая LDC. Они помогают роботу ориентироваться в пространстве и обеспечивают лучшую производительность очистки. Этот малыш может преодолевать препятствия высотой до 2 см. Сразу скажу про влажную уборку, которая здесь на высоком уровне. Механизм разработан таким образом, что вода распределяется с умом, а именно только тогда, когда робот движется. А еще робот может совмещать обычную и влажную уборку. Он просто будет собирать пыль и слегка подмачивать тряпку. Забудьте о волосах и шерсти повсюду, потому что робот предотвращает спутывание волос на трех своих главных модулях. На колесах, боковой щетке и нижней щетке. Думаю, будет забавным то, что робот умеет говорить. Я думаю, самые извращенные смогут поставить на него Google Translate и неплохо так прикалываться. Кстати, здесь фильтр в мусорном отсеке можно не только чистить, но еще и мыть водой. В целом могу сказать, что если вы устали от постоянных уборок, то покупка такого малыша подарит вам только положительные впечатления. Кстати, напиши в комментарии, пользовался ли ты раньше подобными роботами. А еще не забывай меня поддерживать лайком. Новеньких же я попрошу подписаться на канал. А также не забывай, что все ссылки на товары находятся в описании под этим видео. Обязательно туда загляни. А я в свою очередь с вами прощаюсь. Удачи!